Воскресный солнечный денек. Идеальный штиль, можно сказать. Прогулки на яхтах. Здесь прям в морпорту проводят. Берегоукрепительные сооружения, такие вот из огромных волнов. Но это особо не спасает Олимпийскую деревню. Волны прям сюда захлестывают и бьются в дома. Заливают палисадник. Каждый год одно и то же. Красота. Буквально два дня назад было плюс 10. Сегодня уже 25. На следующей неделе опять плюс 15. Дожди никак не начнется. Наше долгожданное лето. Поездки в Абхазию. На желтый пляж. Желтый песок. Приходится ждать. Вот здесь вот ребята каким-то рыбным бизнесом занимаются. А рядом справа от них дельфины плещутся. Наверное, не видно особо на камеру. Сейчас вынырнут. Да, уплыли видимо. А вот были-были рядышком прям. Видимо там есть рыбка, а дельфины кушать хотят. Вот видно было. Кайф. Погода кайф. Вон дельфины вокруг яхт тоже ныряют. Охота занырнуть, но вода еще холодная. Точно не скажу какая температура, но наверное около 15 градусов. И вода просто кристально чистая. Сейчас я подойду. Попрыгаю по этим камням. Вон видно дно. Сейчас дойдем и занырнем. Чайки поют. Какое здесь чистое море. А вот сваи синие под причалом, под пирсом. На них много крупных миги растет. И там раньше местные на матрасе подплывали с масками, ластами и рвали. Вот. Но не так давно вышел закон, что в летний период времени нельзя рвать мидии. За это штраф полагается. Не знаю, продлевают ли в этом году. Но факт, что никто вам уже там не даст порвать. Ну и нам местным приезжим. Вот смотрите, дельфины прямо рядом. Вот сейчас здесь это выгодно. Вот они, вот они. Красавцы. Блин. Вот они. Ох, прямо рядом. Буквально метров двадцать от берега. Вот они. Ну давай. Воздух. Аж надо набраться. Выныривай. Все. Ну вот такая чистая водичка. Купаться, конечно, в этом месте не комфортно. Камни здесь нигде не расположиться. Но, в принципе, дно мелкая, мелкая щебенка здесь. Такая, как бы, гравий, я бы сказал. Можно спокойно. Щебеночка мелкая. Но, в принципе, будет комфортно ходить. Ну, огромные блоки только, что лежат. Ну, в принципе, когда все пляжи забитые, а здесь никого не будет, и если чистая вода, то даже очень гамилько. Вот там дальше люди есть. Сейчас покажу. Вот там дальше люди загорают, купаются. А дверьфины все так же плещут. Все. Моим детям нужны только большие камни, вода, лето и мультики. Вот. Пошел сезон. Здесь загораешь. Ну, вот такая красота. Прям красотища. А вот в том районе штормом размыло зимой набережную. Вот где-то стоит бетонный насос. Заливают обратно, они там все ремонтируют. Так сильно шторм разбил. Там нет вот этих волнов. И волну не разбивает. Только вот парапет. Видимо, его недостаточно в том месте. Рыбаки. Местное такси. Чайки, 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 чайки. Супер. Для многих людей кто не может переносить в жару. Это самое идеальное время. Водичка, конечно, запаздывает. А так-то. Начало июня. И ценник еще ниже. И погода шикарная. Не сильно жарко. И водичка не горячая такая, что бывает. Прям не сильно комфортно купаться. Теплая, как ее некоторые называют. Мача. Как бы смешно ни казалось. Ну да. Теплая вода, она не сильно. Это нижняя меритинская набережная между Олимпийским парком и мор Портом Адлер. В котором мы находимся сейчас. Что было проще найти это место, если кто-то здесь хочет пройтись. А вот здесь, видимо, бездомные живут. Внутри камней соорудили какой-то шалаш. Там тапочки. Тапочки. Обитатели. Дикари. А эти дома, это Олимпийская деревня. Здесь во время Олимпиады спортсмены жили. А после это все распродалось и распродается сейчас в виде апартаментов, квартир. Многие, видимо, покупали у кого-то деньги сразу все полностью под сдачу. И вот видно, что люди отдыхают. Ну, цены здесь, конечно, космические. Что об этом говорить. Первая полоса. Ну, опять же, хорошо-то нехорошо. Большие шторма прям сюда им во двор заливает. Там есть пару коттеджей. Прям видно, что первые этажи, вот, в передней части, все в коррозии от соленой воды. Разбивает стекла, окна. Все вот эти клумбы, все портится. А не везде, конечно, но есть моменты. И вот до конца ко мне и дошли. Здесь уже какие-то остатки роскоши. Здесь раньше был пляж. Такой довольно-таки длинный. Полностью песчаный. У нас смыло все со временем. Вот пошли рейстики. Здесь уже, правда, 10 раз все снято, переснято. Но все время все меняется. Ребята, на экскурсии. Первый раз, вот, вижу сегодня, что здесь идет стройка. Стройка, конечно, не идет, а делает вид, что идет. Уже, не знаю, полгода, наверное, восстанавливает эту набережный кусок. Прокат выше. Дошли мы снова до этой площадки, новой большой. Ну, прям тут так солнце в глаза бьет. Вот без очков сюда не ходите. Белая брусчатка, нету ни навесов, ничего. Прям слепит солнце. Площадка прям супер. Но без очков надо привыкать долго к такому яркому свету. Вообще, большой респект администрации за такую площадку. Очень круто. Можно сюда и на зарядку выезжать, и с детьми погулять, и в футбол поиграть, и в волейбол, что хотите. Главное, приезжайте, отдыхайте, кайфуйте. Вот деревце посадили. Но, конечно, эти сосны, они очень долго будут расти, чтобы здесь какие-то теневые зоны образовать. Даже не знаю, какое решение, чтобы здесь не так жарко было. Летом в жару будет просто пекло.